Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире программа «Все». В течение ближайших 30 минут мои коллеги-корреспонденты телекомпании «Орленок ТВ» и я, Елена Скрипник, расскажем о самых заметных событиях прошедшей недели. И в начале выпуска короткий обзор главных тем. У Галины Васильевны Ермоленко двойной праздник. В год 45-летия Орленка в стенах любимого лагеря она отмечает и свой юбилей. Сегодня ей исполнилось 60. Девятый Всероссийский фестиваль визуальных искусств завершился. Победители получили заслуженные награды, а организаторы подвели итоги, а также обсудили перспективы на будущее. Об этих и других событиях в программе «Всем». Внимание автовладельцев поселка Новомихайловский. В связи с возобновлением строительства многоэтажного кирпичного дома в первом микрорайоне закрыта дорога в поселок Лесной. Проезд теперь осуществляется по объездной дороге со стороны Новомихайловского, которая проходит вдоль опорной стены. Дороги – тема актуальная во все времена, особенно в разгар лета в курортной зоне Черноморского побережья. Чтобы как-то решить проблему загруженности трасс, в правительстве Российской Федерации разрабатываются проекты строительства платных скоростных автомагистралей, что является одним из главных направлений долгосрочной государственной транспортной политики. Платные дороги должны появиться в крупных городах, промышленных и курортных центрах, где минимально загруженность трасс – около 30 тысяч автомобилей в сутки. Ориентировочная стоимость проезда по ним составит 1 рубль за километр. В Краснодарском крае такие дороги могут быть построены в районе Новороссийска, Сочи и Адлера. Но пока данные проекты только в стадии разработки. Как на сегодняшний день обстоят дела на федеральных трассах, выяснял наш корреспондент Дмитрий Семибратов. Лето, сезон отпусков. Тысячи людей со всей страны на своих машинах устремляются на юг в поисках отличного отдыха и положительных эмоций. Но уже в дороге сталкиваются с первыми трудностями, ощущения от которых не самые приятные. А потому надпись «Добро пожаловать!» при въезде на курорт вызывает насмешливую улыбку. Узкая и извилистая федеральная трасса в летний период теряет всякую пропускную способность. Создаются километровые пробки. Люди в салонах автомобилей страдают от жары. Особенно сложные ситуации складываются на перевалах и вокруг прибрежных населенных пунктов. Въезд, выезд и передвижение через который сильно затруднено. Подобная ситуация сложилась и в поселке Новомихайловском. Значительно увеличился грузопоток за последнее время. Категория дороги у нас в поселке третья, Новомихайловском перевал и Ольгинка. И вторая категория, то есть до поселка, до ВДЦ Орленок, до дома вожатых. Там идет вторая категория дороги. Значит, она не соответствует нынешнему грузопотоку. Он составляет у нас около 25 тысяч автомобилей в сутки проходит по нашим автодорогам через поселок Новомихайловский. Категория дорог должна быть, исходя из этого грузопотока, 1Б. То есть минимум 4 полосы движения. Помимо легкового автотранспорта, федеральная трасса переполнена грузовым, размеры которого также создают дополнительные трудности. Кроме того, не последнюю роль играет и несоблюдение элементарных правил дорожного движения, результатом которых часто становятся дорожно-транспортные происшествия. Кроме прочего, существует еще одна проблема недисциплинированных водителей. То есть, несмотря на то, что установлен знак «Стоянка запрещена», отсутствует разгрузка, загрузка товаров в магазины, которые также исторически сложены, что они расположены вдоль федеральной автодороги. Естественно, что затрудняет движение автотранспорта. Сами же недисциплинированные водители говорят, что другого выбора у них нет. Товары в магазин разгрузить надо, жену с детьми возле центра высаде, да и минералку купить нужно, в жару без воды не обойтись. Парковочных мест не хватает, поэтому и приходится нарушать правила. Оставлять машину там, где удобно. Дабы не нести тяжелые сумки далеко, к машине с магазина поставил почти напротив. Проблема налицо. Ездить необходимо всем, припарковываться тоже. Поэтому искать выход из сложившейся ситуации нужно совместными усилиями. Путей решения проблемы несколько. Например, установить в поселке Новомихайловском регулярный пост ГИБДД. Обеспечить водителей большим числом парковочных мест. Самим же им быть более аккуратными на дорогах. И, наконец, самое главное, расширить федеральную трассу. За один день всего не сделаешь. Пока же движение остается ограниченным. Дмитрий Сембратов, Олег Гилев, Геннадий Сальников, телекомпания Орленок ТВ. Орленок – место, куда хочется возвращаться снова и снова, говорят многие почетные гости центра, приезжая в родные пенаты. Среди них Галина Васильевна Ермоленко. Впервые она приехала в центр в 1972 году 23-летней девушкой. Уезжала из лагеря и снова сюда возвращалась. На этот раз Галина Васильевна приехала в центр не просто повидаться с друзьями, но и привезла в Орленок новые идеи, которые рада будет воплотить в жизнь и снова стать полезной любимому лагерю. А еще, чтобы сегодня встретить здесь свой 60-летний юбилей. «Я счастливый человек, – говорит Галина Васильевна, – в 60 лет чувствую себя на 20. Секрет молодости прост – я Орленок до глубины души, и это не пустые слова». Орленок для меня – это то светлое, чистое, которое как бы навечно. Навечно, почему? Потому что нежная и трепетная душа Орленка, она присутствует в каждом из нас. И Орленок обладает той счастливой магической силой, которая преображает и детей, и взрослых, которые сюда попадают. Свои первые впечатления об Орленке Галина Васильевна помнит и по сей день. Говорит, что больше всего ее поразили здешние растения. Такого количества зелени, а тем более зимой, она в своей жизни увидела впервые. «Еще меня поразило то, что, наверное, делает людей ближе, я не знаю, нежнее, что ли. Вот то, что все знакомые и незнакомые люди говорили «добрый день», «доброе утро», «добрый вечер». Меня сначала это так насторажило, пугало, а потом я, открыв глаза и улыбаясь, стала тоже со всеми людьми здороваться». За годы работы в Орленке Галина Васильевна не только накопила ценный педагогический опыт, а напомнит все курьезные случаи, которые происходили в центре. Один из них связан с ошибочной высадкой насекомых вместо виноградников на детский пляж центра. Так получилось, что их с вертолета выбросили, а ветер подул в сторону Орленка. И всех лежащих детей, в том числе и начальников лагерей, нашего Геннадия Попова, всех нас накрыло вот этими божьими коробками. Вот мы лежим, а они ползут себе по нас, да? Ой, божьи коробки, лапочки такие, ну мы же их любим, лапочки, божьи коробки, все. А они то ли голодные были, то ли что, как стали нас кусать. И весь лагерь стремительный во главе с Поповым помчался к нашей родной дружине стремительной, вот так вот, отбивая себя полотенцами. Несмотря на свой солидный возраст и то, что теперь она в Орленке только гость, Галина Васильевна считает, что настало время не только получать здесь заряд положительных эмоций, но и возвращать их. Поэтому она вновь и вновь приезжает в центр, чтобы поделиться своими идеями. Ведь страна детства должна жить новыми открытиями. Елена Скрипник, Геннадий Сальников, телекомпания Орленок ТВ. На прошлой неделе в Орленке завершилось грандиозное событие. Закончился 9-й Всероссийский фестиваль визуальных искусств. По его итогам организаторы и участники провели пресс-конференцию, чтобы поделиться впечатлениями и наметить перспективы на будущее. Последний день фестиваля – последняя пресс-конференция. Ее участники, председатели жюри и организаторы самого грандиозного мероприятия медленно подтягиваются к месту действия. Конференция – формальность необходимая, ведь именно на ней подводятся итоги фестиваля. Мы очень рады, что фестиваль нам открывает новые имена, фестиваль нам открывает новые работы, фестиваль нам открывает новые горизонты для творчества, поэтому мы очень рады, что в Орленке проходит в этом году 9-й фестиваль. Будем готовиться после его окончания к 10-му, теперь уже юбилейному, фестивалю визуальных искусств. Сотрудничество с детьми на фестивале – дело, как оказалось, непростое. По словам председателя детского жюри в конкурсе «Кинематограф» заслуженного артиста России Валерия Еременко, работа с юными талантами позволяет почувствовать себя взрослым и ответственным за столь серьезные мероприятия. А председатель жюри в номинации «Реклама глазами детей» Павел Коплевич высказался по поводу дальнейших перспектив развития как юных рекламщиков, так и участников всех остальных номинаций. Есть надежда, что то, что мы делали эти дни и встречались, и, может быть, какие-то зерна куда-то забросили. Потому что, вот сейчас мы посмотрели ролики, которые сделаны, по-моему, там много интересного и талантливого рекламные ролики. Я рекламой занимался в данном случае. Но несколько мастер-классов, которые мне довелось с ребятами провести, мне так кажется, пока я этого не знаю, но мне кажется, что какие-то зерна заброшены, и вот, может, в следующий раз или через два раза, я думаю, что они нарисуются, эти дети, где-то. Так мне кажется. Собравшиеся говорили много, но по существу. Предложения по усовершенствованию проведения фестивальных конкурсов, а также пожелания молодым конкурсантам были нескончаемы. Не обошлось и без теплых пожеланий в адрес сотрудников Орленка, которые выразила генеральный продюсер фестиваля Лариса Приториус. Я очень благодарна всем руководителям Орленка, я благодарна всему орляцкому коллективу. Это, по-моему, 2,5 тысячи сотрудников, которые работают на фестиваль. И только благодаря тому, что есть такая мощная поддержка фестиваля, мы за небольшой бюджет можем справляться и делать невероятные совершенно события в Орленке. До следующего, 10-го Всероссийского фестиваля визуальных искусств остается год, а значит, есть время на поиск и раскрытие новых талантов. Благо, далеко за ними ходить не надо, потому что большинство из них собрано в Орленке. Людмила Ксалапова, Олег Гилев, Геннадий Сальников, телекомпания Орленок ТВ. Работа всех девяти дней фестиваля была напряженной и очень насыщенной. Только в номинации «Анимация» фестиваля визуальных искусств детскому жюри пришлось просмотреть более 36 фильмов, на что ушло ни много ни мало 15 часов. А все для того, чтобы выбрать лучших из лучших. Именно их награждали 8 августа на церемонии закрытия фестиваля визуальных искусств. Ехать замечательно на плечах на папиных, Доставать макушкою до сигнала «Стоп!». Папы даже важные, все одноэтажные, А вот стать с добавкою «Папа не поспрет!» Неразлучные друзья, неразлучные друзья Есть на белом свете. Неразлучные друзья, неразлучные друзья Девятый фестиваль визуальных искусств подходит к своему логическому завершению. На сцену выходят его организаторы и гости. На этот раз для того, чтобы наградить победителей и участников. Одно из первых пресс-фестиваля получила известный режиссер Алла Сурикова, работа которой была здесь представлена. Ей вручили подарок за долгую кинематографическую жизнь. Хотите вы того или не хотите, Сминая мнение, сжигая тормоза, Иду к тебе, мой настоящий зритель, К твоим улыбкам и к твоим глазам. И ради ваших благодарных глаз На новый подвиг я идти готова И падать замертво, и подниматься снова, И встречу с вами ждать, и видеть вас. Спасибо. В ряду награждаемых бывшие и настоящие сотрудники Орлёнка. Например, организаторами фестиваля особо отмечена работа транспортного отдела Всероссийского детского центра. Дорогие друзья, и ещё я хочу наградить одного человека. И я думаю, что вот её труд вы чувствовали каждый день. Это начальник нашего транспортного цеха Гарина Борисовна Лазарева. Нелёгким был труд детского жюри во всех девяти номинациях. Ребятам пришлось оценить огромное количество конкурсных работ. В итоге более 70 из них получили дипломы лауреатов. В том числе гран-при фестиваля и заветного хрустального пина. Как говорит на награждении председатель детского жюри Номинации режиссёра 21 века Розалия Зельма, то, что работы оценивались именно в Орлёнке, весьма символично. Я почему-то думаю, что вот эта номинация и название режиссёра 21 века имеет прямое отношение к этой аудитории. Мне кажется, что здесь много будущих режиссёров 21 века. Не может быть, что такой лагерь, который так приобщён к искусству, чтобы из рядов этого лагеря не вышли будущие мастера кино. Номинация кинематографа в этом году преподнесла нас у жюри. И много работ, подающих большие надежды. Наряду с именитыми актёрами, такими как Михаил Пореченков, Дмитрий Харатяна и Елена Яковлева, в этих фильмах не менее ярко играли и юные, только начинающие кинокарьеру. Особо отличились, по мнению организаторов фестиваля, Коля Спиридонов, картина «Итальянец» и Настя Зюркалова «Фильм тебе настоящему». Кроме призов за лучшую мужскую и женскую роль, ребята получили путёвки в Орлёнок. Спасибо всем, 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 мне очень приятно. Это мой первый приз в области кинематографа, поэтому я очень рада. Спасибо большое всем. Первый раз в рамках фестиваля визуальных искусств прошла номинация «Реклама глазами детей». Среди участников и гостей появились новые имена. Ещё одной приятной традицией обещает стать награда от Института повышения квалификации работников телевидения и радиовещания, которые учредили за самую жизнеутверждающую телевизионную программу для детей и юношества. Добрый вечер, Орлёнок. Добрый вечер. Ребята, мы с вами одной крови. Я это понял за эти 8 дней. Ребята, Институт повышения квалификации работников телевидения и радиовещания в этом году учредил специальный приз для телевизионной программы самой детской. И мы нашли в этом году телевизионную программу, которая называется «Маленькие новости» из маленького города Крымск. Режиссёр программы Наталья Виноградова, которая каждый день выпускает полуторачасовую программу специально для детей. Мы считаем, что вот этот режиссёр Наталья Виноградова заслужила возможность бесплатного обучения в нашем институте. Пожалуйста. Специальную часть вручения наград разбавили выступления творческих коллективов. Юные певцы и танцоры подарили всем присутствующим массу положительных эмоций. Это было в самом деле Было в жизни, но в чужой кони в яблоках летели Весь касаясь мы с тобой По над крышами квартала Где кончалась суета Там мечта моя летала В серых яблоках мечта Кони в яблоках Кони серые Как мечта моя Кони смелые Скачут сонкою Да по времени А я маленький Ниже времени Сюрпризом вечера стало выступление актрисы Ларисы Лужиной. Она спела песню Владимира Высоцкого о друге из кинофирмы «Вертикаль» и поделилась впечатлениями от пребывания во Всероссийском детском центре. Если парень в горах Нях Если сразу раскис И вниз Шаг ступил на ледник И сник Оступился и в крик Значит рядом с тобой Чужой Ты его не брони Гони Вверх таких не берут И тут Про таких не поют Я теперь знаю, что нужно Другу класть руку На правое плечо Это чтобы опереться на друга А левой рукой Нужно взять за талию Чтобы поддержать его И мне кажется, что как раз В Орленке Здесь в этом детском центре Именно зарождается То самое прекрасное Качество человеческих отношений Дружба Я считаю, что дружба Вообще превыше всего Дружба может даже Больше, чем любовь Я хочу, чтобы это чувство Это качество Вы пронесли через всю вашу жизнь Может вы друг с другом Не встретитесь Но это чувство Перенесет не на других людей Которых будут Судьба будет вас сводить С этими людьми Так что дружите, ребята И будьте счастливы И вот все теплые слова Сказаны, а награды вручены Наступил грустный И немного волнующий момент Прощания Фестиваль уходит Из стены Орленка Чтобы снова вернуться сюда В следующем году И подарить участникам И гостям Незабываемую сказку Родом из детства И зажечь на телевизионных И киноэкранах Новые звездочки Сейчас мне придется Сказать, наверное, самые грустные слова Сегодняшнего дня Сегодняшнего вечера Последних девяти дней Нашей с вами Совместной жизни Простите меня все Девятый Всероссийский фестиваль Визуальных искусств В Орленке Объявляется закрытым Ирина Праслова Геннадий Сальников Олег Гелев Семен Смородин Телекомпания Орленок ТВ Пусть зажгутся В небе звезды И на сцене вспыхнет свет Пусть оставит память в сердце Этот день на много лет Лучик радости на лицах И слезы счастливый след Этот праздник будет длиться Будет длиться Много лет Зажги свою звезду Зажги на радость людям Зажги свою звезду Пусть мир добрее будет Зажги свою звезду Пусть радуются дети Пусть свет звезды твоей Согреет Всех на свете Ни один фестиваль не обходится без творческих встреч с известными людьми Такие знакомые, на первый взгляд, телеведущие, актеры театра и кино И просто творцы Предстают на них в совершенно неожиданном свете Такие встречи мы показывали в передаче «Дневник фестиваля» Сегодня, завершая трансляцию фестивальной эпопеи Мы повторяем наиболее яркие Он ненавидит, когда его спрашивают про имидж отрицательного героя Для многих служителей искусства такое положение дел – несбыточная мечта Для него – норма Он – это гость фестиваля визуальных искусств, актер Андрей Панин Творчески счастливый человек Он очаровал ребят своей неординарностью и яркими шутками Его речь спонтанна, порой неразборчива, но безумно экспрессивна Поставить одного из лучших современных актеров России в затруднительное положение практически невозможно На вопрос, какая оценка у вас была по сценической речи, Андрей Панин отвечает Странно, 5 Потому что на первом курсе мне просто сказали У меня была Петрова, наверное, один из самых известных профессоров была в Амхате Она просто долго меня гнобила Потом сказала, что я уезжаю в Германию Значит, если ты не поставишь экзамен по сценической речи То тебе 2 поставишь, посмотрим У меня не было выбора Я его сделал А потом она сказала, что у меня просто это нервное Если я точно знаю, о чем я говорю, то я говорю точно, четко и нормально А во всем остальном есть некая такая бурная, бессвязная речь Но она не говорит о том, что я могу плохо или хорошо говорить Потому что залы, тот же Амхат, я 10 лет проработал Но я на 1200 мест работал совершенно спокойно И больше зал обрабатывал Просто это что-то... Не уверен на себя чувствую или не уверен, не знаю, что я говорю Психопатия Понятия звезды и звездной болезни для Панина не существует Фильмы со своим участием он смотреть не любит Ведь для этого есть множество других людей За своим творчеством не слежу У меня есть на это мама У нее там культ моей личности Поэтому как бы все нормально Я даже в бане у мамы повесил большую картину, написанную с меня Какой-то... Да, это в бригаде, расстреливал без руков С пулемета эту картину вместе с моей квартирой Она вся в дырках, я в черкеске, в бурке, на коне На фоне Альбруса, там, черт, что значит, чей Вот в бане висит В доме не было возможности повесить, потому что, скажем, совсем идиот Но в бане как-то вроде пристойнее Профессия актера Андрея Панина вполне устраивает Однако есть у него одна мечта Которой в будущем, возможно, суждено сбыться Мне хотелось бы быть знаменитым писателем на пенсии Жить на острове Наверное, это всеобщая мечта Людмила Косолапова, Олег Гилев Телекомпания Орленок ТВ Без особой укладки волос и макияжа В совершенно обычной одежде Лариса Вербицкая появилась на встрече с юными корреспондентами В ответ на изумленные взгляды она сразу же сказала Я обычный человек, поэтому воспринимайте меня такой, какая есть Молодые журналисты немного удивились, но не растерялись И засыпали гостью многочисленными вопросами Бывают ли такие моменты, когда вам хочется высказать свое мнение по поводу того, что вы читаете? Не важно, что сказать, а важно, как сказать И если в твоих глазах есть мысли, и есть второй, третий, четвертый план Сегодня есть возможность чуть-чуть, понимаете, интонационно, да, вот, расставить акценты по-своему Но вот на таких полутонах можно, понимаете, любую информацию подать так, что это будут слушать Более 20 лет Лариса Вербицкая работает на телевидении Но, несмотря на это, любой прямой эфир воспринимает как экзамен Я не имею права на ошибку, поэтому каждый раз волнуюсь и переживаю, поясняет ведущая Когда я сажусь перед камерой, да, знаете, у меня вот одно такое внутреннее состояние Что бы ни было там до эфира, какие бы ни были там, я не знаю, катаклизмы, смерчи, неприятности, пробки на дорогах Все, знаете, как стирается, белый лист в голове Одни только добрые эмоциональные, да, состояния, адресованные моему зрителю Я его очень люблю, этого зрителя Он единственный для меня в этот момент и неповторимый собеседник, самый нужный мне человек По словам Ларисы, именно любовь к зрителям не позволила ей отказаться от участия в телеигре «Последний герой» Я думала, что продержусь до первого совета, а потом улечу домой Но, к своему удивлению, протянула целых 37 дней Есть было нечего кокосы, но если какой-нибудь шальной кокос падал, это было счастье Рыбу поймать было невозможно голыми руками Если мы выигрывали фонарь, то у нас не было батареек Потому что в другом соревновании, значит, племени, нашим друзьям из соседнего племени доставались батарейки Ну и примерно все вот таким образом складывалось Но когда видели, что мы совсем уж погибаем от голода, чахнем, худеем То нам устраивали конкурсы, победители, значит, выигрывали там каких-нибудь 2-3 рыбешки Которые в лучшем случае мы успевали довести до острова, и они не испортились От таких подробностей юные корреспонденты некоторое время пребывали в шоке Ведь по телевизору они видели лишь красивую картинку По словам Ларисы Вербицкой, если такой шанс кому-нибудь представиться, отказываться не стоит Это отличная проверка на прочность Для меня это была работа, это была возможность представлять первый канал в этом проекте Я ни о чем не жалею Красивым и трепетным завершением встречи стал Орляцкий круг Ребята шутили, что Ларису от них не отличить Она вполне может сойти за юного корреспондента В знак благодарности за встречу и в честь 45-летия Орленка Ларисе Вербицкой вручили подарки и памятную медаль Чем, несомненно, растрогали сердце известной ведущей Кто-то постоянно прислушивается к тому, что пророчат звезды А кто-то считает, что гороскопы – это бесполезно потраченное время Так или иначе, желание опередить события, заглянуть в будущее и узнать, что ждет дальше Одолевало человечество во все времена Что такое астрология? Стечение обстоятельств, четкое попадание в точку, интуиция или точная наука Приоткрыла космический занавес всем известный астролог Тамара Глоба Космос внутри нас, мы – это космос, космос с нами И все, что вокруг нас – это космос Что такое слово «космос»? Космос – это разумный строй, порядок И вот космос, вот все говорят, космос, там хаос какой-то, ничего подобного Само слово «космос» означает разумный строй, порядок И вот это вот колесо, которое вращается, да, ведь планеты идут по одному пути, правильно По пути Солнца, Луны и планеты все идут по этому пути, по солнечной дорожке Понимаете, потому что на судьбу надейся, а сам не плаши На дедушку надейся, а сам не плаши У тебя есть талант, но ты его должен развивать У тебя есть дар, но для того, чтобы стать ассом, естественно, ты должен его тренировать постоянно По словам Тамары, отвечать за судьбу миллиардов людей очень сложно Ведь астрология – это божественная наука И ответственность присутствует всегда Иногда страшно Все мы люди, и я, естественно, думаю о том, что А вдруг вот то, что я сказала, может быть, я неправильно это все оценила Но не могу же я все видеть вот до конца Девятый фестиваль визуальных искусств тоже не остался без внимания Тамары Она составила свои прогнозы и для него Девятка – это порог Он, с одной стороны, дает момент испытания, когда явление, вот так же, как люди, они 9 лет живут, 9 лет дружат, дело какое-то 9 лет, когда проходит, вы должны это замечать На 9-м году приходит период испытаний Если вы его перешагнули, этот период, тогда вы двигаетесь дальше А если не смогли перешагнуть, то дело разваливается Вот точно так же и сейчас Что-то очень многое меняется И это видно Одно уходит, другое приходит, там поезд какой-то идет Но за полгода, я думаю, что пройдут крупные очень события Стоять нам на одной и той же ступени или двигаться дальше Менять планы или поступать, как обычно Так или иначе, узнать все тайны великого и неизвестного невозможно Зато на вопрос о том, что ждет в будущем Россию, получить ответ Тамары Глобы все же удалось Знаете, мы вступили в такой период, когда мы будем строить в очередной раз свою новую систему И мы уже в это вошли, мы будем укрепляться, но через перелом очередной Я должна сказать, что по сравнению с Европой, через некоторое время у нас будет более сильная, более стабильная своя система И это начинается сейчас, уже с прошлого года Елизавета Сидорова, Олег Гилев, телекомпания Орленок ТВ На этой астрологической ноте мы завершаем нашу передачу Желаем всем телезрителям благополучного расположения планет, которые помогут успешно реализовать все начинания Пусть ваша путеводная звезда никогда вас не покидает Но не забывайте, что звезды предполагают, а вы располагаете До встречи в следующий понедельник Промелькнула стрелою дельфинья спина Четкий розчерк по синим, по синим волнам Нам подарена светлая эта страна Это время подарено нам Нам подарил фестиваль, нам друзей и мечту Подарил нам Орленок высокий полет Нам помог фестиваль взять свою высоту Где Орленок Орленка всегда узнает Полетят, пролетят, пролетят за годами года Унесут за бескрайние, дальние дали Но где б не были мы, будут сниться всегда Разноцветные сны фестиваля Подарил фестиваль нам друзей и мечту Подарил нам Орленок высокий полет Нам помог фестиваль взять свою высоту Где Орленок Орленка всегда узнает Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла Сохраним этих дней золотое руно В наших смулых горячих красивых руках У сердца всех людей согревает оно В наших фильмах, рисунках, песнях, стихах Мы проводим друг друга высокий полет Долгий путь на большие, большие дела Где Орленок Орленка всегда узнает По размаху и силе, и силе крыла Подарил фестиваль нам друзей и мечту Подарил нам Орленок высокий полет Нам помог фестиваль взять свою высоту Где Орленок Орленка всегда узнает Промелькнула стрелою дельфинья спина Четкий розчерк по синим, по синим волнам Нам подарена светлая эта страна Нам подарена дружба, мечта, фестиваль Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok